Евгений Перельман – молодой изобретатель. Студент совместно с отцом уже несколько лет работает над двумя проектами в области медицины. Первый направлен на лечение асматика, второй – на контроль дыхания и биения сердца. Разработки оценили представителя фонда «Сколково». В этом году на Russian Startup Tour 2017 Перельману присудили два вторых места. Дальше – поездка в Москву. Проекты с тех пор, конечно, продвинулись. Мы сделали определенные исследования, и фонд «Сколково», конечно, играет очень большую роль в этом. Особенно дальневосточные представители «Сколково», потому что все его члены помогают нам с документацией, они помогают нам с идеями, они помогают нам с общениями с представителями уже всероссийского «Сколково». На Дальнем Востоке «Сколково» работает полтора года. Дальневосточное представительство стало первым и пока единственным инновационным центром регионального уровня. На днях офис откроется в ДВФУ. В начале февраля университет и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве. В перспективе создание инновационной площадки и распространение территории центра «Сколково» в пределах кампуса. Это будет означать, что инновационные компании смогут, зарегистрировавшись на этой площадке, получать освобождение от налога на прибыль, вдвое сниженную ставку страховых взносов, возмещать пошлину на ввоз таможенного оборудования, в общем, получать целую массу преференций, которые позволяют стартапам пройти долину смерти. То есть вот тот отрезок, когда они еще прибыль не начали большую получать, но расходов уже очень много. В поисках молодых инноваторов сотрудники фонда «Сколково» путешествуют по всей России, в том числе по странам СНГ. На сегодняшний день с Дальнего Востока 33 резидента, 18 из них – приморцы. Проекты участников совершенно из разных областей. Один из них – это разработка навигационного оборудования, которое помогает строить и оптимизировать маршрут и движение судов. От создания самой идеи до наращивания научного потенциала у Екатерины Соколовой ушло пять лет. В бизнес проект вылился после вступления в «Сколково». «Сколково» в том числе нам помогало правильно ориентироваться в менеджментном управлении, поэтапно, каким образом мы должны строить свои взаимоотношения с рынком. Это менстерство, это какие-то советы по поводу того, каким должен быть продукт, на какой рынок мы должны выходить. Кроме этого, Сколково оказывает грантовую поддержку, занимается привлечением инвесторов, помогает в оформлении патентов и многое другое. Цель одна – увеличение прибыли и расширение бизнеса. Вот эта удаленность, которая есть у Владивостока от Москвы, как считается, это огромная перспектива, это огромное преимущество. Люди, которые находятся в Владивостоке, они из-за этой удаленности испытывают некоторое желание ее преодолеть и, что называется, захватить мир. Вот такие очень активные и стойкие люди, они здесь не редкость. Привлечь новых резидентов в Дальневосточное Сколково собирается уже в ближайшее время. На 2017 год запланировано три крупных события. Школа открытых университетов для молодых инноваторов, патентная школа и стартап «Виллоч». Мероприятие, которое должно заинтересовать инвесторов из всех азиатских стран. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин.